Шопла Панбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 22-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятие буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза БСЖ. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе языки Абаза в подразделе видео, а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube канал Алашара и YouTube канал Абаза БСЖ. Ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами выучим фразы культуры речи, которые выражают благодарность. Кроме этого, разберем диалог и сделаем письменное упражнение. Итак, давайте не будем откладывать и сразу приступим к упражнению по развитию речи. Когда мы хотим поблагодарить кого-то младше нас на абазинском языке, предположим, мальчика, мы можем ему сказать здоровья тебе, имея в виду благодарность. Ну вот в русском тоже говорят, вот бывает вместо спасибо, будь здоров. Ну вот примерно в этом смысле и употребляется слово вузвядахат. Вузвядахат. Давайте повторим это слово и запишем его в комментариях. Те, кто пишет в тетрадках, те пишут в тетрадках, у них своя, значит, они пишут в тетрадках, а мы все остальные давайте будем писать в комментариях. Итак, вузвядахат. Так мы выражаем благодарность мальчику, например, имея, буквально переводится как здоровье тебе, используется как в смысле благодарности. Итак, видите, звук В, который нам встречается в этом слове, пишется как Г-палочка В. Давайте сразу потренируемся произносить его. В. В. Значит, запомним его произношение с помощью слова гнездо. Вяра. В. Вяра. Возвядахат. А звук Т, мы видим, что звук Т пишется как Т-палочка. Т-палочка, мы запоминаем этот звук с помощью слова сова. Т. Т. Это что касается благодарности по отношению к мальчику. Если же мы хотим поблагодарить девочку, то мы можем ей сказать Безвядахат. 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 Да? Значит, здесь мы встречаем ту же самую букву В. Давайте сразу не будем проходить мимо, просто так, а потренируемся. Звук В мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. В. Вяра. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Т. Да? Безвядахат. Так мы благодарим девочку. Если же мы хотим поблагодарить группу ребят, да, мы говорим им Шезвядахат. Шезвядахат. Давайте повторим еще раз. Шезвядахат. Это если мы хотим поблагодарить группу детей. Имеется в виду спасибо во множественном числе, да, буквально здоровья вам. Значит, в этом слове мы видим звук Ш, который пишется как ШВ. ШВ. Звук Ш мы запоминаем с помощью слова олень. Шарах. Шарах. Давайте запишем в комментариях слово Шезвядахат. Потренируемся его писать. И кроме него запишем еще слово олень. Шарах. Шарах. Дальше в слове Шезвядахат мы видим также звук В, который пишется как Г-палочка В. Мы его запоминаем с помощью слова гнездо. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Итак, Шезвядахат – это спасибо, когда мы обращаемся к нескольким детям. Буквально переводится как Здоровье вам. Другая форма благодарности. Аллах дудзеразхат. Аллах дудзеразхат. Значит, если первые три формы благодарности, они, ну, чаще всего бывают обращены тому, кто младше вас, ну, еще чаще это речь идет о детях, то Аллах дудзеразхат – это благодарность, которая бывает обращена в более широком смысле, да, это можно и к ровеснику обратиться, и к человеку старше себя. Буквально переводится как Пусть Всевышний благословит тебя. Здесь мы обращаемся к мужчине. Дудзеразхат. Применяется как в смысле спасибо, да, благодарность. Аллах дудзеразхат. Аллах дудзеразхат. В слове Аллах мы видим букву Х. Запоминаем мы эту букву с помощью слова «груша». Груша – ха. Звук Т мы запоминаем с помощью слова «сова». Т. Значит, как мы благодарим женщину? Мы говорим Аллах дудзеразхат. Аллах дудзеразхат. Аллах дудзеразхат. Итак, женщину мы можем поблагодарить словами Аллах дудзеразхат. Звук Х мы запоминаем с помощью слова «груша». Ха. Звук Х мы запоминаем с помощью слова «груша». Ха. Твзеразхат. Звук Т мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова. Т. 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 Сова. Как мы выражаем благодарность нескольким людям, да? Мы говорим Аллах дудзеразхат. Аллах дудзеразхат. Буквальный перевод «пусть Всевышний благословит вас». Используем как спасибо, как выражение благодарности. Аллах дудзеразхат. Аллах дудзеразхат. Давайте запишем Аллах дудзеразхат. Звук Х мы запоминаем с помощью слова «груша». Ха. Звук Ш мы запоминаем с помощью слова «шарах». Олень. И звук Т мы запоминаем с помощью слова Т. Сова. Давайте запишем в комментариях, перепишем эти слова. Все наши видео, я напоминаю, будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео». А также на Ютьюбе есть канал Алашара. Там есть все видео. Есть еще канал Абаза Белсша. Там тоже есть все видео. Абаза Белсша. Так, двигаемся дальше. Есть еще одна форма благодарности. Вонцра аурахат. Вонцра аурахат. Так мы можем поблагодарить мужчину. Здесь мы обращаемся к мужчине. Буквально переводится как «долгих лет тебе». Пожелание долгих лет жизни. Итак, звук «ц», который мы видим в этом слове, мы запоминаем с помощью слова «дерево». Звук «т», который мы видим в этом слове, в следующем слове мы запоминаем с помощью слова «сова». Вонцра аурахат. Вонцра аурахат. Давайте еще раз повторим. Вонцра аурахат. Долгих лет тебе. Здесь мы обращаемся к мужчине. Если мы хотим поблагодарить женщину в такой формулировке, мы говорим бэнцра-аурахат. Бэнцра-аурахат. То же самое, да, что касается звуков. Звук ц мы запоминаем с помощью слова цла, дерево. Звук т мы запоминаем с помощью слова т-сова. Т-сова. Бэнцра-аурахат. Долгих лет тебе. Долгих лет тебе. Так мы благодарим женщину. Как же мы благодарим нескольких людей? Значит, мы говорим шэнцра-аурахат. Шэнцра-аурахат. Долгих лет вам. Буквальный перевод используется как выражение благодарности. Шэнцра-аурахат. Шэнцра-аурахат. Долгих лет вам. Итак, звук тш мы запоминаем с помощью слова олень. Шарах. Звук ц мы запоминаем с помощью слова тла, дерево. Звук т мы запоминаем с помощью слова т-сова. Давайте еще раз прочитаем. Шэнцра-аурахат. Шэнцра-аурахат. Молодцы. Теперь самое интересное. Мы с вами сейчас прошли три основные формы благодарности, которые выражаются на логовинском языке. Давайте подытожим то, что мы с вами выучили. Первая форма, она буквально переводится как пожелание здоровья. Помните? Потом мы ее разбирали в обращении к мужчине, к мальчику, к девочке и во множественном числе. Потом есть форма благодарности, буквальный перевод, который «пусть Всевышний благословит тебя». Тоже мы разобрали к мужчине, к женщине и во множественном числе. И третья форма благодарности была пожелание долгих лет жизни. Тоже мы разобрали по отношению к мужчине, к женщине и во множественном числе. Теперь давайте попробуйте вспомнить. Как сказать спасибо или буквально здоровья тебе по отношению к мальчику? Вот подумайте немножко, а пока они будут появляться на экране. Значит, как сказать спасибо, здоровья тебе к мальчику, к девочке и во множественном числе? Немножко подумайте, а пока я буду нажимать на экраны, и эти слова будут появляться. Итак, «возвядахат» – это пожелание. Здоровья тебе к мальчику, да? «Возвядахат» – это к девочке. «Шезвядахат» – множественное число. «Возвядахат», «Возвядахат», «Шезвядахат». Да? Молодцы! Вторая форма благодарности – это форма, которая буквально переводится как «пусть Всевышний благословит тебя». Давайте вспомним, как это на абазинском, когда мы обращаемся к мужчине, к женщине и во множественном числе. Итак, к мужчине мы обращаемся и говорим «спасибо» в такой форме. «Алахдузразхат» – «Алахдузразхат» – «Молодцы!» И третья форма благодарности – она была, значит, относительно пожеланий долгих лет тебе жизни, да? Значит, давайте подумаем и вспомним, как мы желаем долгих лет жизни мужчине, женщине и во множественном числе. Давайте подумаем, как мы благодарим мужчину, женщину и как мы выражаем благодарность во множественном числе, «используя конструкцию долгих лет тебе». Молодцы! Можете написать хотя бы один из трех вариантов. Самое главное, чтобы вы уловили принцип, да? Итак, «вэнцра аурахат», «бэнцра аурахат», «шэнцра аурахат». Да? Молодцы! Видите? Пишите, вспоминаете очень хорошо. Теперь давайте перейдем с вами к следующему упражнению. Упражнение у нас теперь на переписывание. Значит, переписывание на абазинском языке. «Ахвелара». «Ахвелара». Да? Значит, звук «х» мы запоминаем с помощью слова «шавка». «Шавка». «Халпа». «Халпа». Звук «х» пишется как «х» – твердый знак. Звук «в» мы запоминаем с помощью слова «гнездо». «Вяра». Звук «в» мы пишем как «г» – палочка «в». «Г» – палочка «в». «Вяра». И звук «х» – звук «х» – звук «х» – мы пишем как «г» – палочка, а запоминаем с помощью слова «весна». «Гапн». «Гапн». Молодцы! Приступим! Вот у нас с вами на сегодня текст. Это первый слайд этого текста. Я сейчас вам прочитаю. Вы послушайте. Попробуйте сопоставить звуки, которые я произношу, с тем, что написано. Все абазинские звуки выделены цветом, чтобы было легче запомнить. И после того, как я прочитаю пару раз, мы с вами попробуем записать. Кто пишет в тетрадках, пишите. Давайте даже будем не писать вот все, да? А давайте сделаем вот что. Кто сколько слов сможет придумать на выделенные буквы? Давайте мы запишем это в комментариях. Так будет интереснее, да? Давайте. Я читаю, а вы пишете слова. Сколько придумаете. Вот уже пошли первые слова. На звук Ч, например, слово Чажара. На звук К, К, на звук Дж, Дж Джага. Очень хорошо. Сейчас еще раз прочитаю вам этот текст. На звук Ч, вот еще предложение Чарта. На звук Т, Та-Та-Т, очень хорошо. Теперь еще раз прочитаю. На звук Ч, вот еще Ч, М, Ла. Очень хорошо, молодцы. Еще раз прочитаю. Давайте, ну, повторяйте за мной. Будем тренироваться произносить слова и абазинские звуки. Молодцы. Да, еще предложение на звук. В, 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 Яра, Гнездо. Очень хорошо. На звук К, К, Н, Юла. Например. Смотрите. Теперь, давайте переведем теперь этот текст. Мариат, помыло посуду. Амаджоко. Посуда, П, У, Джад, помыло. Асыра и таларглхт. Асыра. Буфет. И таларглхт. Поставила обратно, да? А печь козымля алларгат. Убрала, убрала, навела порядок во всех комнатах. А пол пацкята яалпсан яалджат. Чисто подмела полы и вымыла их. Да, правильно, на звук джи еще можно предложить слово джи. Выходить. Очень хорошо. Теперь читаем продолжение этого текста. Давайте теперь еще раз прочитаем. Очень хорошо. Посмотрим на ваше предложение. На звук ц предлагают вот слова цис, цла. Очень хорошо. Ч на звук ч. Ч лошадь. Очень хорошо. Так. Ачвёчаква. Это имеется в виду одежда, да? Айтуррхутцат. Погладила одежду. Ашкафку ерталтахт. Разложила по шкафам. Водеррана. Потом чадлгалан. Отхван. Ццат. Собралась и отправилась в магазин. На звук ц. Вот еще слово предлагают цара. Потом на звук. Очень хорошее предложение. Молодцы. Давайте еще раз теперь. Да, вот еще. Чвёчара. Очень хорошо. Молодцы. Еще раз прочитаем этот текст. Ачвёчаква. Айтуррхутцат. Ашкафку ерталтахт. Водеррана. Чадлгалан. Отхван. Ццат. Молодцы. Очень хорошо поработали. Отлично. Так. Теперь, значит, после того, как мы с вами выполнили это упражнение, я предлагаю вам еще раз вспомнить фразы культуры речи и повторить их. Давайте вспомним, что есть в абазинском языке три основные формы благодарности. Первое буквально переводится как пожелание здоровья. Мы проходили эту форму благодарности по отношению к мальчику. Как сказать, когда мы обращаемся к мальчику, к девочке и во множественном числе. Давайте вспомним. Давайте вспомним, как мы говорим спасибо, имея в виду здоровье тебе по отношению к мальчику. Давайте вспомним. Сразу пишите, кто вспоминает, пишите, как мы обращаемся к мальчику, как к девочке, как во множественном числе. Можете один из трех вариантов написать, будет понятно, что вы поняли принцип. Это первая форма благодарности. Вторая форма благодарности, она буквально переводится как «пусть Всевышний благословит тебя». Ее мы тоже разбирали по отношению к мужчине, к женщине и во множественном числе. И третья форма благодарности, она была, буквально переводилась как «пожелание долгих лет». Тоже мы разбирали по отношению к мужчине, к женщине и во множественном числе. Итак, вот, я дала вам время подумать. Теперь сейчас будут появляться ответы на экране. Значит, пожелание здоровья по отношению к мальчику мы говорим «возвядахат», да, «возвядахат». Девочку мы благодарим словами «возвядахат», имея в виду «будь здорова», да, «здоровья тебе». Во множественном числе мы говорим «возвядахат», «возвядахат». Когда мы хотим поблагодарить с помощью слов «пусть Всевышний благословит тебя», к мужчине мы обращаемся словами «аллах дзразхат». К женщине мы скажем «аллах дзразхат». Во множественном числе мы скажем «аллах дзразхат», да, видите, какие молодцы, все запомнили. И последняя группа, значит, которую мы проходили, это пожелание долгих лет. К мужчине мы скажем «онцра аурахат», к девушке, к женщине мы скажем «банцра аурахат». «Банцра аурахат». И во множественном числе мы скажем «шанцра аурахат». «Шанцра аурахат». Молодцы. Давайте теперь все вместе прочитаем то, что мы видим на экране, таким образом закрепим. И вот на этом будет у нас завершение, на этом мы подытожим наше сегодняшнее занятие. Видите, как легко, ничего сложного, да, теперь мы знаем, как благодарить на абазинском языке. Сегодня мы с вами хорошо позанимались, думаю, плодотворно провели время. Наше занятие подошло к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» под разделе «Видео», а также в группах Абаза Безжа и Алашара во всех социальных сетях. Подписывайтесь на группу Абаза Безжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. Не забывайте подписываться на канал YouTube Алашара и канал YouTube Абаза Безжа. На этом я с вами прощаюсь. Аллах за расход.